МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин подписал указ о награждении орденами мужества шестерых спасателей, работавших на шахте Листвяжное в Кузбассе. Пятерых из них посмертно. Вакцина от коронавируса спутник М для подростков поступит в гражданский оборот до конца года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Первые партии препарата уже проходят контроль качества. 70% россиян тратят большую часть зарплаты на продукты. Таковы данные опроса сервисов Авито-работа и Деньги вперед. В тройку наиболее крупных статей расходов вошли также услуги ЖКХ и выплаты по кредитам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе. Он обратился к властям Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию. В Дюссельдорфе тысячи госслужащих вышли на марш протеста, организованный ведущими профсоюзами Германии. Манифестанты потребовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. Скандальный эксперимент. В республике Татарстан с 22 ноября пассажиров пускают в общественный транспорт только при наличии QR-кода. Ежедневно тысячи татарстанцев вынуждены идти на работу и учебу пешком или вовсе оставаться дома. Люди возмущены. Вводить вот эти QR-коды и строгие какие-то режимы, мне кажется, это полный бред. Это ужасно. Вообще для меня это неприемлемо. По той простой причине, что люди, как говорится, не товар. Зачем? Для чего? В общественном транспорте наличие QR-кодов проверяют контролеры или водители. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Вы либо изгоняетесь из общественного транспорта, либо получаете штраф от 1 тысячи до 30 тысяч для граждан, то есть для физических лиц. В КПРФ отмечают, с начала введения эксперимента в республике нарастает напряженность. Перевозчики терпят убытки, а граждане фактически лишены права выбора. Уже как первичная реакция, я могу сказать, что упала, вот по данным, которые нам известны, на 25-30% загрузка пассажирского транспорта. Выросли в 2,5 раза цены на такси. И это тоже объяснимо. Ситуация непростая с пожилыми людьми, которые высаживают, они не могут ехать. У них даже нет приложения такси, чтобы как-то другим образом добраться. Несмотря на это, в четверг Госсовет Татарстана большинством голосов поддержал федеральный законопроект о введении в России системы QR-кодов. По мнению коммунистов, принудительная QR-изация населения приведет к дестабилизации ситуации в обществе. Мы, конечно, совместно с нашими представителями в органах, как в законодательном собрании, так и в муниципалитетах, будем ставить вопрос об отмене таких мер. Попытки рейдерских структур прибрать к рукам подмосковный совхоз имени Ленина вызывает осуждение у людей по всей стране. Напомним, недавно арбитражный суд Московской области передал в управление рейдеров очередной пакет акций, позволяющий им установить контроль над предприятием. Кто и зачем объявил войну совхозу имени Ленина и его директору Павлу Грудинину? Своё мнение об этом высказали жители Уфы. Павлу Грудинину выдвигался президентом, и из-за этого этот нажим усилился. Действующая власть не хочет видеть конкурентов, и поэтому делают всё, чтобы Павла Николаевича снять, чтобы народ не знал его, чтобы по-всякому очернить его. В условиях экономического кризиса оказывает давление на рентабельные предприятия это верхняя компетенция наших властей. Человек работает, сохранил совхоз, и работает хорошо. Этот опыт надо распространять. Потому что это невыгодно. Там люди, довольные жизнью, получают достойную зарплату, живут в бесплатных квартирах. Это опыт коммунизма, коммунистического строя. А для власти это нежелательно. Мероприятие в поддержку совхоза имени Ленина и его руководителя Павла Грудинина проводят башкирские коммунисты. Работу по защите Павла Николаевича будем и дальше продолжать. По возможности будем проводить митинги, одиночные пикеты. И в дальнейшем мы будем рассчитывать на поддержку и Павла Николаевича нашей республики, и мы со своей стороны тоже его будем поддерживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова